всем привет с вами однорукий борис и мы с вами продолжаем проходить игру ну играть точнее под названием war speaker online вот предыдущая серия у нас резко закончилась просто потому что я понял что серия по игре выходит большой вот поэтому резко закруглился да хоть я и говорил тогда что доделаю задание вот это вот девчури рунгерт и я закончу ну вот не успел я да уложиться вот в конце прошлой серии но я начало этой серии записываю прям сразу а вот во первых задание у нас синяя слизь раздобыть четыре куска синей слизи вот она нам дала это задание вот идти нам нужно вот сюда на зеленую точку мы туда сейчас пойдем и как раз у меня закончилась и ремесло вот забираем закрываем и сейчас ремесло я делать не буду это ремесло я как я говорил в прошлой серии буду делать за кадром как-нибудь да вот ну а сейчас чисто по заданию идем дело в том что пока я записываю данную серию время уже позднее вот и что-то я уже знаете записываю предыдущую серию я немножко подустого поэтому за тупого будет сейчас чуть-чуть побольше чем обычно вот не знаю может быть я успею сейчас сделать вот это вот задание со слизью может быть даже успею сделать вообще все задания в этой девчуле так ну тут меня пауки накусали яйцо кушаю в принципе можно и обратно вернуться до вот смотрите один уже заспавнился есть Отлично. Ой-ой. Жизни-то у меня половина осталась. Это получат и меня накусали. Выполнился и же не потерялся. Я не успел прочитать, какое там достижение было. Слушайте, 500 жизней, слушайте, я сейчас съем яйцо, переприное. Давно что-то я эти перепелиные яйца покупал тут и только сейчас я их скушал. Так, карта мне не нужна сейчас. Так, это что такое? Среднее иксир здоровья. Хорошо, отлично. Давайте вот сюда вот это добавить. Вот так, да. А, ну слушайте, как раз я сейчас их исправлю. О, я использую один, по крайней мере, эликсир. А может это два сразу? Нормально. Ну, вон уже это самое. Так, это что? Слабые святык рекомендации. Вот это вот я бы себе оставил. Магическая защита, уклонение. Но они же слабые. Эликсир удара. Ладно, короче. Вот сюда. Отлично. Так. Рунгерд. Что у тебя там? Ты нравишься мне, горец? Для этого здания требовались недюжинная сила и выносливость. Я и ты здорово сработались. Подкатывает как, смотри. Так, это у нас что? Нет. Подожди. А это что у нас такое? Увеличивает максимальное количество единиц энергии. А это... Вот это вот уберу. Так, ну-ка. Вот так, вот так. О, смотри, это можно тоже одеть. Ля, смотрите, у меня теперь не 100, а 110. Офигеть. Класс. Да, вот. Я как раз когда-то давно спрашивал в какой-то серии, можно ли увеличить количество мана. Можно вот предметом. Ну, конечно, мне писали в комментарии насчет этого. Да. Ну, это было немножко давно. Относительно. Относительно. Вот этой серии. Да. И... Собственно, вот. Я увеличил. Ну, короче... Да. Да. На практике... На практике... На практике теперь узнал, что... Да, можно. Добыть кусок малахита в храме змея. Погляди на меня, большой пырелла. Может, это самое, что я видела с тебя во снах? Почему нет? Теперь, мой милый большой пырелла, мне потребуется последняя составляющая. Об этом не сказано в рецепте, но я уверен, что с ней 10 ядов станет мгновением. Мне нужен малахит. Я брошу его в котел, и наша трава будет сжечь даже железные латы. Ты найдешь малахит в храме змея. Я знаю, он должен быть там. Какая чертовка, а? Вот... Подкатывает. Часа, чтобы она нас возбуждает. Чтобы мы делали ее задание. Так, вот это вот эликсир удара. Продаю. Эликсир точности. Продаю. Регенерация энергии. Может, оставлю. Физическую защиту. Оставляю. Ой, продаю. Так, подожди. Вот эта регенерация здоровья. Оставляю. Быстроты. Продаю. Уклонение. Продаю. Магическая защита. Продаю. Я пока здесь продаю, потому что... Ну, не у перекупа. Просто потому что... Так, а подарки у меня тут понятно. И вот это вот правда. Легкий медальон. Вот. Пять слотов. Да. Вот. Просто потому что... Так быстрее. Хорошо. Окей. Что у нас... Варева. Рунгерт. Карта. Опять туда. А кого мне там надо убивать, чтобы малахит получить? Или он просто подбирается? Что-то я не помню, как он... А, смотрите. Наоборот, тут дофига у меня места получилось. Ну, все. У меня теперь проблем с местом пока что нет. На ближайшее время. Да. Последнее задание... Тут нас посылают в самые отдаленные уголки. Мне тут, кстати, нравится, как стрекозы летают. Так, и чего? И где? А вот малахит, смотри. Так, подождите. Я вот так вот отойду, чтобы гадость вся... Расползлась она. Вы смотрите, как они жестко меня покусали. Так, все, змея... Так, ну-ка. Все, сейчас я вас это самое... Буду по очереди. Я бы с удовольствием выучил бы... Какое-нибудь умение, которое бы, наоборот, отпугивало бы... Всех. Да, и это все из одного малахита. Прикиньте. Мои страдания. Змею покусали. Я сейчас тоже еще покусал. А, нет. Я пропитана ядом змеидом. Конечно, там змеи такие. С капюшоном. А я знаю, что эти самые кобры с капюшоном. Надо будет посмотреть, напомнить. Гадюки, они тоже же с капюшоном или нет? Вот это вопрос как раз. Это вот, знаете, такие вот элементарные вещи, когда ты их, ну, забываешь. Просто из-за того, что, ну, тебе эта информация не пригождается. А тут, на тебе, резко. Короче. Хочется вспомнить, ты сидишь, репу чешешь. Вспоминаешь. Гадюка с капюшоном или без капюшона? Ну, вот. Кинуть кусок малахиты в котел Рунгерт. Ну, наконец-то, дорогой Большой Пареала. Золотой мой, брось этот кусок в котел. В смысле? Вбросли кол сок малахита в котел, но, судя по лицу Рунгерт, что-то пошло не так. Что же это? Нет. Мой превосходный яд превратился в живую воду. Каким-то образом малахит в твоих руках приобрел совсем иные свойства. Здесь мой труд на смарку. Убирайся отсюда, чтобы духа твоего не было. Гадкий, гадкий и большой упыряло. Ты добыл живую воду из камня. Признайся, что это Акбун тебе надоумил. Ведь именно так говорилось в его нелепом пророчестве. Вот так вот. Ну, по крайней мере, она теперь будет знать рецепт живой. Ну и теперь смотрите, как к Бунду подходим. Убить духа теней. Я знал, воитель, будет так. И в этом вижу добрый знак. Тебе осталось лишь пройти еще полшага на пути. Проклятие поселилось в храме змея. Туда ступай сейчас же, не рабея. Лишь тот, кто не боится умереть, зловредный дух сумеет одолеть. Покончив с ним, скорее возвращайся с тобой. Я разделю победы счастья. Ого, три колеса на выборах. Так, ну короче, опять возвращаемся туда же. И тут, да, тот самый дух, которого мы видели. Даже такое-то. Запись вроде идет. А, звук пошел хорошо. Так, не то. Ну что ж, ладно. Получается, серия, скорее всего, будет не на час. Ну вот. Собственно, большую часть квестов мы сделали в прошлой серии. Вот, если кому интересно смотреть за вот этими сюжетными перипетиями, то советую смотреть предыдущие серии. Вот, а если кто вообще присоединился ко мне только в этой серии, то бегом смотреть с самой первой серии. Так, идем, значит, сюда. Ой, хорошо как, смотрите, по какой траектории удачно я прошел сейчас. Только одну змеюку зацепил. Ну что ж, погнали драться с духом теней. Че, и все, что ли? Я-то думал, что там будет сейчас босс, как там колдун, друид, которого надо там толпой побеждать. Эх, блин, вот это вот южный полюс атакует, и вот этого друголька у меня уже не будет. Да, тяжко без него придется. Не получится толпы. Ну ладно. Ну вот, вообще, проходя все вот эти вот, ну, делая вот эти вот все серии, я подумал, что, наверное, это будет полезно. посмотреть каким-нибудь новичкам, хотя я не знаю, кто будет вообще смотреть все вот эти вот серии, я к тому же не знаю, сколько их получится. Ну вот, допустим, кто-нибудь найдет плейлист мой с прохождением, как я тут с самого первого уровня пытаюсь прокачаться до конца. Вот, если кто с нуля будет смотреть все мои вот эти вот серии, это вообще как? Если кто-то это самое найдется, если кто-то дошел до вот этого момента, вы в комментарии напишите, есть ли у вас намерение смотреть до конца? Да, это я вот на случай того, если вы увидите целый плейлист с этой игрой, где написана там какая-нибудь последняя серия со словом финал, да? Короче, Агмунд, здорово. На подвигах твоих молва судачит вновь. Ты храбростью сумел мне доказать, что в твоих, что в твоих жилах северная кровь, и просто так тебя не напугать. Что-то у тебя с этим самым, с рифмой. То есть нормально говорить начал? Да, ну-ка смотрим. Это нет, вот это, опа, это что такое? Повышает восстановление здоровья в 5 секунд на определенное количество единиц. А это? Плохи... А, ты сейчас защиту, блин. Ну, значит, вот это вот берем. Увеличивает максимальное количество единиц здоровья. А это планение. А это увеличить магическую силу. А, защиту персонажа, магическую силу, блин. Не, ну магическая защита, да, нужна. Так, ну-ка. Хорошо, окей. Перстень. Перстень вроде второй, можно надеть, да? Отлично, класс. Две с половиной тысячи. Здоровья. Так, Агмунд. Угу. Найти бы в жизни такого человека, который вот так вот, говорит. С моря. Так, проберись в обители змея и одолей змея живящего фонтана. Храм змея был выставлен близ священной пещеры, некогда она и была храмом, где переносились жертвы и совершались обряды. В ней обитал могущественный четырехрукий змей. Прародитель. Он требовал все новых и новых жертв, а когда их стало не хватать, начал пожрать самих шаманов. Утеревшие слушатели змея покинули пещеру и запечатали вход в нее. Но прародитель ломится наружу. Останови его, покуда он не вырвался на свободу. Принеси мне один из клинков змея, чтобы я мог зачаровать его. Так, ну давайте я змея прародителя пройду сейчас. О, нет, это опять то самое задание. Я понял, я опять по своей неопытности взял задание на эту самую, на толпу. Ну понятно, может быть я как-нибудь это все буду делать. Сейчас просто не очень хочется этим заниматься. Так, короче, задание. Наруга. О, это нам теперь сюда надо. Так, я правильно иду или нет? Так, правильно. Слушайте, я первый, я только сейчас заметил, что тут тропинка есть. Так, ну да, по тропинке. Короче, клань медведя с очень жестким мужиком главным. С очень жестким главарем. Вот тотемы медвежья. Ну что ж, посмотрим, какой он там крутой норов имеет. Вот он. Ну-ка, Олаф, здравствуй. Ты прибыл вовремя. Я Олаф. Вся власть в землях медведя принадлежит мне. Потому как я единственный в клане, кто одинаково искусен в общении с духами и в ратном ремесле. Сейчас в моих владениях лютуют чужаки. Вот и посмотрим, насколько благосклонно относятся к тебе духи. Если ты сумеешь войти победителем в боях с равнинниками и остроухами, я поверю, что тебе под силу пройти путь духов до конца. Вот. И начались здесь у нас эти самые задания. Бледный воин, терви и улов. Ну-ка. Смотрим. Блин, у меня теперь две вот эти точки зеленые будут. Я так понял, что медведь он вот здесь вот правит. Ладно, ладно, хорошо. Ну что ж, я думаю, что на этом я закончу серию. На двадцать минут получилось. Почти на тридцать. Да. 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 В общем, все. Да. Вот сейчас я за этой самой, за кадром буду доделывать ремесло. Вот. И в следующей серии я уже приготовлюсь делать саму секиру. да. Вот. Ну или посмотрим, как там все это будет делаться, да. Сколько времени. Просто мне уже хочется с секирой походить. Я же затачивался. Ну, в смысле затачивался. Хотел ходить конкретно с дружкой. Вот. И я это сделаю. Короче, посмотрим, как оно тут все у меня будет. Вот. Если... Ну, короче, ладно, не буду мудрить, не буду предполагать. Вот. Вот. Все узнается в следующей серии. Так. Отлично. Здесь я встал. Короче. Да я пока тут болтаю, а тут как раз серия на 30 минут и выйдет, да. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, это если вам понравилось все, что тут происходит. Вот. Вступайте в группу ВКонтакте, да. Приходите на сервер в Дискорде. Все ссылки есть в описании. Ну, а на этом все. Это была игра Warstbir Онлайн. С вами был Однорукий Борис. Увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok